За первую неделю нового года в больнице Ямала с диагнозом грипп были госпитализированы 48 человек, из них 35 дети. Об этом сообщили в Ямальском Роспотребнадзоре. Диагноз ОРВИ поставили почти трём тысячам жителям округа. В Муравленко с начала эпидсезона гриппом заболели 167 человек. В основном это тип А, H3N2. Госпитализировано на сегодняшний день двое детей. Отличия чуть-чуть есть. Всё зависит от типа гриппа. У гриппа в принципе бывает А, Б. Там в основном высокая температура. До 40. Боли в мышцах, в глазных яблоках. Выражена общая слабость, головная боль. С нового года в округе зарегистрированы 2 990 случаев ОРВИ. Из них 163 в Муравленко. Гриппом заразились 13 человек. Новой коронавирусной инфекцией 23. За выходные были обращения пациентов и с симптомами ОРВИ, и выявлялся грипп, и в том числе выявлялся ковид. Но будем смотреть по заболеваемости, когда уже все вышли в образовательное учреждение, на работу. Медики отмечают, грипп особенно тяжело переносят дети и пожилые люди. Самое страшное осложнение болезни – это пневмония. С таким диагнозом муравленковских пациентов госпитализируют в ноябрьскую инфекционную больницу. С начала эпидсезона туда было направлено 7 человек. Врачи настоятельно рекомендуют не переносить простудные болезни на ногах. При первых симптомах остаться дома и вызвать врача. В целях снижения заболеваемости в учреждениях здравоохранения введены противоэпидемические меры. Введен строгий масочный режим в наших подразделениях. В детской поликлинике возросло организован отдельный прием для больных с симптомами РВИ. У каждого пациента, который обратился к нам с симптомами РВИ, отбирается обязательно мазок на ковид, на грипп и на РВИ. Необходимо помнить и про уже всем известные меры профилактики. Это проветривание помещений, влажная уборка, частое мытье рук, промывание носовых пазух. Кроме этого, следует добавить в свой распорядок дня, умеренные физические нагрузки, вести здоровый образ жизни, а в ежедневный рацион питания включать больше овощей и фруктов. Инна Борисова, Андрей Нагибин, Новости Муравленка.